Если помните, общественный резонанс в социальных сетях вызвал случаи, когда в Республиканский центр экстренной медицинской помощи поступил маленький пациент с множествами иглов в теле. Много было слухов и обсуждений. Говорили даже, что ребенок умер. Вопреки слухам и ложной информации, распространяемой в социальных сетях, ребенок жив. При поступлении состояния ребенка мы оценивали как крайне тяжелое. Это объяснялось множеством, совокупностью множества патологий. У ребенка была цветущая двухсторонняя пневмония, абсцесс в области шеи, множественные народные тела, грудной клетки шеи, брюшной полости. И сама по себе вот эта девятичасовая операция тоже, это как и ансиологическая, и хирургическая травма. Ребенок был в крайне тяжелом состоянии. А поступил Азизбек Абдумаджидов в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи в Ташкенте в середине января. Всего 16 иглами в теле. 13 из них врачи извлекли, 3 до сих пор остаются, но по уверению медиков угрозы для жизни в настоящее время не представляют. И их можно извлечь позже. Обсуждение произошедшего продолжает волновать многих. Для некоторых даже это стало поводом выдвигать самые нелепые предположения, распространять слухи о смерти ребенка. Так вот. На сегодняшний день вы видите состояние ребенка с положительной динамикой. Ребенок на самостоятельном дыхании. Аппарат искусственного вентиляции легких работает только во вспомогательном режиме. Температура нормализовалась, все анализы нормализовались. Он уже реагирует, он практически в полном сознании. Но до удовлетворительного состояния еще далеко. Но вот эта положительная динамика нас обнадеживает. 6 февраля ребенку исполнился годик. Мы здесь все вместе отметили день рождения. Повторное рождение ребенка. Я думаю, наши врачи и весь медицинский персонал сделают все, чтобы этот ребенок выздоровел. И в этом наша основная миссия. Надежда есть. И в этом происшествии еще много вопросов, которые ждут своего ответа. Главное же спасение малыша. Над чем и работает в настоящее время целая бригада врачей и медперсонала. Продолжение следует...